Зубов нет, челюсть съехала как не стать жертвой частных стоматологов. 8 часов 21 марта 2020 года На приеме у стоматолога Москва, 21 мария новости Мария Марикян Высочайший уровень, голливудская аулыбка заманивают на прием частной стоматологической клиники. Чтобы избавиться от болей или просто сделать себе красивые зубы, люди готовы раскошелиться. И ждут мгновенного результата. Однако поведясь на яркую рекламу, пациенты нередко не только лишаются части зубов, но и получают осложнения, которые сложно исправить. И далеко не всем удается довести дело до суда, чтобы наказать горе стоматологов. Сделают все быстро. 54-летние Елене Виноградовой из Кирова Чепецка в июне 2016-го сделали базальную имплантацию нижней челюсти, искусственные зубы вживили прямо в Десну. Пришла на консультацию 24 июня, а на следующий день провели операцию, рассказывает РИА Новости Елена. Вставили 8 имплантов. После операции в течение пяти дней закрепили все специальным протезом, чтобы зубы не выпали. Муки были, конечно, ужасные. Я подсела на обезболивающее. Через пару недель Виноградова начала сильно отекать. Больше всего опухло лицо. Я обратилась в областную больницу и обкололи гормонами, чтобы отеки спали. Пытались выяснить, из-за чего такая реакция. Врачи поначалу все списывали на аллергию и гипертонию. Ни того ни другого у меня не выявили. 18 марта, 8 часов. У каждого из нас свое кладбище. Виноваты ли врачи в смерти людей? Самочувствие Елены ухудшалось, а отеки не спадали. Тогда она решила судиться со стоматологами. Первое заседание прошло в декабре 2016. Процесс затянулся на два с половиной года. Но свои права виноградовой отстоять удалось. Ей возместили более миллиона рублей за оказание некачественных медицинских услуг. Клиника подавала на апелляцию, но ничего у них не вышло. Судмедэкспертизу проводили трижды. Две в Санкт-Петербурге, одну в Самаре. Согласно результатам исследования, импланты агрессивно вошли в мягкие ткани. И протез установили неправильно. Челюсть от этого искривилась, делится подробностями Елена. Специалисты сразу нескольких медучреждений за Елену братцы отказались, настолько процесс был запущенным. Врач областной больницы направил меня на лечение в Москву. На исправление работы горе-стоматологов было потрачено три с лишним миллиона. И это еще не конец, вздыхает виноградова. Те средства, что возместили по суду, ушли только на восстановление. Не прострой был период. Я с конца девяностых работаю массажистом, а во время лечения была вообще нетрудоспособна. Но, к счастью, сейчас все уже хорошо. 12 июля 2019 года, 08.00 специальный репортаж. Цена незнания. Чем чреват ошибки врачей? Я была в шоке. Осенью 2016 июля Ржевина из Санкт-Петербурга решила поставить новые коронки в одну из частных клиник на Невском проспекте. С верхней челюсти слетела керамика. Когда я улыбалась и разговаривала, все изъяны были на виду. Еще и привкус во рту неприятный, металлический. Конечно, хотелось это исправить, вспоминает Юлия. Ортодонт посоветовал удалить зубы, на которых были коронки, заменив их искусственными. Пациентка согласилась. Всего у меня было 28 зубов. После лечения у этого врача не осталось ни одного родного. Когда я пришла на первую операцию, 9 моих передних зубов он оставил, все остальные удалил. И вживил импланты. Боли были адские, таблетки не помогали. Когда я пожаловалась, выяснилось, что на местах удаления остались мелкие осколки. Через несколько дней он их убрал. А потом закрепил импланты специальной несъемной конструкцией. С виду она напоминает вставную челюсть. Восстановление проходило очень тяжело, обезболивающее мой организм уже не переносил, приходилось терпеть. Боли утихли только через несколько месяцев. Когда я пришла на очередной прием, врач сообщил, что необходимо удалить оставшиеся 9 родных зубов и поставить импланты. Ржевина почему-то и в этот раз согласилась. Я даже не думала, что могут быть очень плохие последствия. Ведь у него столько лицензий, хороших отзывов. По всему казался профессионалом, будто оправдывается она. Фото, из личного архива. Юлия Ржевина. Но в мае 2017-го во время осмотра выяснилось, что все импланты не прижились. И вообще установлены под неправильным углом. Он вынес вердикт. Придется все удалить. Месяца три вообще без зубов походить. А только потом вживлять заново. Я была в шоке. Работала тогда бухгалтером. Уволиться или уйти в долгий отпуск не могла. У меня двое детей. Мужа нет. Правда, врач не стал сразу удалять все импланты. Оставил пять искусственных зубов снизу и шесть сверху. Дал вставную челюсть. Но она не подошла по размеру. Натирала десны. Меня постоянно тошнило. Я просила подкорректировать протез, чтобы было комфортно. А он просто выставил меня за дверь. Тогда Ржевина обратилась к специалистам из других клиник проконсультироваться, корректно ли у нее лечение. Врачи, увидев мои зубы, не знали, что сказать, были возмущены и удивлены. Эксперименты на Невском обошлись женщине в 200 тысяч рублей. А на то, чтобы исправить все, требовалось 800. Таких денег у нее не было. И в ноябре того же года Ржевина обратилась в суд. Через год ее признали пострадавшей и возместили 290 тысяч рублей. Эти деньги ушли на адвоката. На то, чтобы вернуть долги. И частично на лечение, говорит Юлия. 10 февраля, 08.00, специальный репортаж. Почему в наших больницах умирают люди, которых можно было спасти? Будто под гипнозом. Услуги стоматолога Ольги Д. Из Калининграда понадобились в ноябре 2015 года. Обратилась по рекомендации знакомых. Нужно было поставить импланты. Врач сказал, что для лучшего результата придется удалить 8 зубов из верхней челюсти. Операцию назначили на март 2016 года. Зажила все быстро, на самочувствие не жаловалась, рассказывает Рия новости Ольга. Проблемы начались в октябре. Как выяснилось, протезирование прошло неудачно. Во время еды у меня западала внутренняя часть щеки. Я прокусывала ее до крови, дикция была нарушена. Пошла в клинику, сообщила об этом, начали проводить коррекцию. Не помогло. Переделками занимались до февраля 2017. Более того, во время одного из приемов я перенесла инсульт. В декабре 2017 Ольга обратилась в суд, разбирательства длились год. Пациентке не удалось выиграть дело. Апелляцию подать не успела. Находилась тогда на лечении в дневном стационаре в неврологическом отделении. Я обращалась во всевозможные частные клиники. В областную поликлинику никто не берется исправлять ситуацию. Во мне будто бомба заложена, и все боятся ее разминировать. Зубы, которые мне сделали, рассыпались. Чуть не плачет только. 26 февраля, 8 часов. Прошу спасти мою жизнь. Откровение о тюремной медицине. Расплата за чудеса. Как не стать жертвой стоматологического развода? С этим вопросом мы обратились к медицинскому юристу из Санкт-Петербурга, Дмитрию Гаганову. В подобных клиниках людям обещают, как правило, быстрый результат. Подделывают отзывы в интернете, заманивают кричащими лозунгами. От таких организаций нужно бежать, предупреждает Гаганов. К примеру, клиентам обещают сделать протезирование имплантами за раз. Но ведь это сложный процесс. Сначала устанавливают, допустим, один временный зуб, следят за тем, как он приживается, затем выкручивают и только потом ставят постоянные в нужном количестве. Если вам обещают сделают всю челюсть чуть ли не за раз, помните, что именно за такие чудеса придется расплачиваться годами мучений. Отстаивать свои права в суде по закону о защите прав потребителей можно долгие годы. Пациент заключает с клиникой договор. Но поскольку это не ОМС или ДМС, дело продвигается тяжело. А правда удается добиться только после проведения нескольких судмедэкспертиз. Процент выигрыша после одной экспертизы очень мал. Почему? Потому что исследователь сам определяет объем, который он будет изучать. Что-то он принимает во внимание, что-то нет. То есть подход бывает очень субъективным, перечисляет эксперт. Исходя из личного опыта, могу сказать, нередко за частными клиниками стоят определенные группы влияния, которые находятся в негласных отношениях с руководством судебно-медицинской экспертизы. Поэтому проверок должно быть несколько и желательно в разных регионах. 24 декабря 2019 года, 08.00 РИА НАУКА От зубов отскакивает. Ученые придумали, как защититься от кариеса. Жалобы на некачественное оказание медуслуг чаще всего отправляют в прокуратуру или СК России. Это неверный подход. Прежде всего нужно обратиться в страховую компанию. Понятное дело, возникает желание сразу наказать врачей. А те, в свою очередь, не особо стремятся устранить допущенные ошибки, уточняет Гаганов. Наш собеседник уверяет, определить сходу, насколько добросовестно относятся к своей работе в той или иной частной клинике, невозможно. Лучше пройдите диагностику в разных учреждениях. Узнайте, какой предлагают план лечения. И остановитесь на том варианте, где вам не станут обещать молниеносных результатов. Подумайте, что последствия могут быть катастрофическими. Челюсть съезжает в сторону, лицевые кости смещаются, меняя черты. Это уже не говоря о бесконечных болях.